Приветствую вас, дорогие зрители Мамочкиного канала! Мы продолжаем вязать топ с валаном на открытых плечах. Когда связали топ по всей длине, определяемся с этим передним и задним уголочком, то обрываем ниточку вот здесь, в начале ряда, потому что мы будем сейчас прикрепляться в одном из уголочков и вязать вот эти боковые треугольнички. Сбоку топа мы продолжаем вязать наш пучок из трех столбиков. Вот я поставила маркеры, так же, как я объясняла при вязании вот этого бокового шовчика. То есть от центрального пучка столбиков пропускаем одну петельку, ставим маркер и сюда тоже пропускаем петельку, ставим маркер. И вот эти три точки, крайние и вершинку пучка, будем всегда соединять. Ставьте такие маркеры, если вы путаетесь вот с этими боковыми швами. И вот здесь два маркера поставила на центральный столбик тройки, которую мы всегда провязывали спереди и сзади топа. Вот теперь от оранжевого маркера через зеленые будем вязать до оранжевого и потом обратно. И вот таким образом заполнять вот этот нижний треугольник. Второй треугольник делается точно так же. Последний ряд тоже свяжите столбиками с накидом, чтобы вам проще было присоединиться к моему вязанию. Следующий ряд я буду вязать филейкой по изнаночной стороне. Итак, приступаем. Присоединяюсь на изнаночной стороне к этому уголочку. Вот, присоединяюсь. Итак, в начале ряда всегда будем набирать три воздушные подъема. Это первый столбик с накидом. Дальше у нас есть две петельки. Одна воздушная, вторая столбик. Вот над этими двумя петельками вяжем по незаконченному столбику с накидом. Под воздушную сначала и потом над столбиком. Три петли вместе провязываем. Всегда будем делать так в начале. Это получился крайний пучок из трех как бы столбиков, объединенных одной вершиной. Просто первый столбик заменяем на три воздушные подъема. А дальше по узору. Это филейный ряд. По узору это значит у нас воздушная. Пропускаем петельку столбик. И так дальше. И здесь сразу вы можете обратить внимание, получается ли у вас клеточка филейки строго над клеточкой предыдущего ряда. Вяжем так дальше. И еще в самом начале, когда вы провязали три воздушных и два столбика, объединенных одной вершиной, вот в вершинку этих двух столбиков поставьте маркер. Он нам нужен будет для окончания следующего ряда, чтобы мы не запутались. Итак, вот я провязала в принципе этот ряд. Сбоку топа провязала пучок из трех столбиков, объединенных одной вершиной. Опять поставила маркеры, отступая от пучка одну петельку в эту сторону, и потом маркер, и сюда петелька, потом маркер. Как обычно. И довязала вот здесь до конца ряда, к оранжевому маркеру. И сейчас покажу, как заканчиваем ряд. Нам нужны три последние петельки ряда. В данном случае это маркированная петля, до нее это воздушная петля, и еще до нее это столбик. До этого все провязываем по узору. У меня остается здесь одна петелька, над ней провязываю воздушную по узору. Пропускаем ее, и дальше вот эти три наших петельки. Над ними провязываем тоже пучок из трех столбиков, объединенных одной вершиной. Над первым из этих столбиков, незаконченный столбик. Над второй петелькой, это воздушная, незаконченный столбик. И в маркированную петельку, незаконченный столбик. Но он будет чуть повыше. Вкалываем, вытаскиваем петельку. Сначала провязываем только одну петельку, а потом две. И вот это будет незаконченный столбик. Чтобы он был повыше и не тянул край топа. Вот такой пучок будет провязываться в конце ряда, над тремя последними петельками. Дальше три воздушных, как я уже показывала в начале ряда, и поворачиваем вязание. Дальше, как я и говорила опять в начале, над двумя следующими петельками, в данном случае это воздушная и столбик. Если будет ряд сплошными столбиками с накидом, то будет столбик и столбик. Просто главное две следующих петельки. Вяжем над первой петелькой, здесь это воздушная, незаконченный столбик. И над следующим столбиком, незаконченный столбик. Вместе с тремя воздушными подъема, это как бы пучок из трех столбиков, объединенных одной вершиной. Дальше вяжем по узору. Это сплошной ряд, по узору это значит под воздушную столбик, над столбиком столбик. И так опять же заполняем целый ряд. А в начале маркер перенесите над пучком. То есть три воздушных связали, два столбика, объединенных одной вершиной. И эту объединенную вершину отмечаем. И так заполняем этот ряд, проходим уголочек, кому нужно опять переносим маркеры. И дойдем вот сюда. Вот в начале мы ставим маркер для того, чтобы в следующем ряду к этому маркеру прийти и знать, где у нас последняя петелька ряда. Еще раз сейчас подойду и покажу окончание ряда. Итак, провязала я этот столбик, перенесла центральные маркеры, пришла вот сюда к краю. Еще раз показываю, как заканчиваем ряд. Правила всегда одно и то же. Останавливаемся, когда до маркированного остается еще две петельки. После маркированного здесь есть воздушная и столбик. До этого все провязываем. Мне осталось провязать над воздушный столбик. Вот они остаются. Три петли, которые нужно объединить в пучок. Объединяем. Над первой из этих петель вяжем незаконченный столбик. Над второй незаконченный столбик. И над маркированным тоже незаконченный. Но чтобы он был повыше, провязываем сначала одну петельку, а потом только две. Вот таким образом он будет у нас тоже незаконченным. И дальше объединяем общей вершиной, чтобы край у нас не тянуло. Или просто более слабо провязываете последний столбик с накидом. Дальше, как я уже показывала, три воздушных всегда в начале ряда. Поворачиваем вязание. И опять получается объединяются три петли. Первая петля, это из которой у нас вышли три воздушные. Следующая петелька и следующая. Вот над этими двумя петельками вяжем по незаконченному столбику с накидом. Общей вершиной стягиваем. Над этой общей вершиной потом поставим маркер. И дальше по узору. Это филейка, поэтому опять воздушная. Пропускаем столбик. Вяжем столбик. И когда вяжем филейный ряд, всегда контролируем, попали ли мы клеточкой над клеточкой. Если нет, значит где-то ошибка. Маркер переносим над вершинкой пучка начала ряда. Это последняя петля следующего ряда. Ну вот и все. Вот таким образом вяжем от оранжевого маркера до оранжевого. Проходим уголок, где зеленые маркеры провязываем там, как всегда мы вязали под рукой. И вот так у нас будет заполняться вот этот треугольничек. Пока не останется тут совсем мало петелек. Как закончить вязание треугольничка, сейчас покажу. Вот вы видите, что я довязала до низа этот треугольник, до маленького треугольничка. Сейчас покажу, как его закончить. В начале ряда, как всегда, вяжем пучок, объединяющий три воздушные подъема со следующими двумя петельками. Затем вяжем по узору. У меня это ряд столбиками с накидом, значит я вяжу столбик с накидом под воздушную. Дальше вяжу тот же узор, который мы всегда вязали сбоку топа. То есть три незаконченных столбика с накидом, объединенные одной вершиной. Далее опять столбик с накидом под воздушную. И пучок в конце ряда, как обычно делали. Осталось красиво закончить. Предлагаю вязать тут две воздушные подъема, повернуть вязание. И еще два незаконченных столбика с накидом. В вершинку пучка сбоку топа и в вершинку последнего пучка. Стягиваем одной вершиной. Закрепляем вязание одной воздушной и все. Можно обрывать нить и получился такой ровный край по низу. Теперь один нижний уголок топа связан. Нужно также связать второй. У меня тоже поставлены уже зеленые маркеры по боковому шву топа, как мы делали и до этого. Отступив от верхушки пучка в одну сторону одну петлю. И также от пучка в другую сторону. И поставила маркер. А в центральных линиях переда и спинки также поставила оранжевые маркеры над центральными столбиками нашей центральной тройки. В эти петли у нас уже провязаны столбики от связанного одного нижнего уголочка, который мы только что закончили. Теперь будем вязать в эту сторону такой же уголочек. На спинке также ставим маркер тоже над центральным столбиком тройки. И заполнять этот треугольник, как мы делали и с другим треугольником. Вяжите по изнаночной стороне, если у вас тоже будет ряд филейки. Прикрепляемся к маркированному столбику. Набираем три воздушных. Далее у нас есть воздушная петля и столбик. Вяжем незаконченный столбик под воздушную петлю и незаконченный над столбиком с накидом. Провязываем их вместе. Дальше вяжем по узору. Или филейка, как у меня. Или сплошными столбиками с накидом. Все так же, как и в уже связанном треугольнике. В филейке обращаем внимание, что квадратики находятся строго над квадратиками предыдущих рядов. Всегда. Заполняем второй боковой большой треугольник до конца. И заканчиваем его так же, как я уже показывала. Вот я довязала все уголочки. Надеюсь, что вы тоже без труда добрались до этого момента. Что нам остается? Остается обвязать пройму. Причем, если она получилась у вас по каким-то причинам глубокая, то можно обвязать ее несколькими рядами. Не переживайте по этому поводу. И обвязать низ. Итак, как я обвязывала? Пройму и низ стопа я обвязывала точно так же, как и вверх. То есть, столбиками без накида за заднюю полупетлю. Внизу топа все очень просто. Здесь ниточка у нас после провязывания бокового треугольничка оставалась. И ей же сразу я начала вязать вот этот первый ряд со столбиками без накида. А в пройме, в принципе, дело то же самое. Присоединяла ниточку под рукой и провязывала два таких круговых ряда. Единственное, чтобы немножко припосадить вот это место, я здесь провязывала под лежачий столбик то два столбика, то один. То есть, на каждом ряду у меня располагалось то три столбика без накида, то два. Три, два. Здесь по лямочке проходимся просто над каждым столбиком. Провязывала столбик. Итак, основа топа связана. Остается только валан. Его я вынесу в отдельный ролик, потому что по этому мастер-классу можно, в принципе, связать и юбочку. Будет достаточно симпатично. Спасибо за внимание. Оставайтесь с мамочкиным каналом. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!